здравствуйте уважаемые родители мы продолжаем цикл родительских собраний онлайн сегодня мы рассмотрим вопрос такого психолога педагогического явления как школьная неуспешность а также причины вызывающие трудности в обучении на своих экранах вы видите название нашего родительского собрания школьная неуспешность как преодолеть трудности в обучении на повестке дня четыре вопроса прежде всего мы познакомимся с лекцией школьная неуспешность как преодолеть трудности в обучении затем проведем тестирование все ли благополучно у вашего ребенка в школе познакомимся с анализом результатов далее прослушаем памятку специалистов практические советы родителям для преодоления хронической неуспешности у ребенка и осуществим рефлексию и обратную связь и так уважаемые родители я рада приветствовать вас на нашем родительском собрании и предлагаю начать нашу встречу с прочтения и обсуждения тематической цитаты если запастись терпением и проявить старания то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы ученья корень горек да плод сладок это слова леонардо да винчи итальянского художника и ученого изобретателя и писателя одного из крупнейших представителей искусства высокого возрождения леонардо да винчи смотрел далеко вперед сквозь века когда говорил об отношении к труду к учебе в жизни в целом если терпеливо относиться к тому что не получается и стараться сделать лучше то все усилия непременно дадут хороший результат и можно получить желаемое у всех бывают взлеты и падения главное не останавливаться и продолжать усердно идти к намеченной цели обучение очень сложный индивидуальный процесс обучение это процесс напоминающий восхождение в гору с препятствиями на пути и эти препятствия обязательно нужно преодолеть не преодолев определенные этапы восхождения есть риск на данном этапе застрять или того хуже скатиться вниз и при восхождении на гору нам помогают наши способности наше окружение наши умения и познания и конечно же наши знания детская память надолго сохраняет день когда мальчишки и девчонки приходят в учебное учреждение с большим энтузиазмом и искренним желанием учиться к сожалению огонек этого желания гаснет очень быстро как известно в школу приходят дети разные по уровню готовности к обучению личность на интеллектуальной волевой по уровню развития по качествам характера и конечно же разные по поведению учатся и адаптируются дети также не одинаково кто-то воспринимает учебный материал легко и быстро выполняет сложные задачи без контроля со стороны а вот другим деткам необходимо значительное усилие постоянный контроль регулярные напоминания и существенная помощь учителей и родителей часто можно услышать такие вопросы кто отвечает за успешное обучение детей и в чем заключаются причины такого явления как школьная неуспешность чтобы ответить на эти актуальные вопросы для начала предлагаю определиться со значением термина неуспешность согласно понятия из энциклопедического словаря по психологии и педагогике неуспешность это психологический синдром складывающийся в школьном возрасте и проявляющиеся в стойком снижении результатов достигаемых ребенком в словаре русских синонимов неуспешность приравнивается к неудачности по утверждениям специалистов проблема появления школьных трудностей многогранна и включает в себя большое количество самых разнообразных факторов и причин я предлагаю рассмотреть пять главных факторов во-первых школьной неуспешности так или иначе приводит отсутствие интереса и мотивации ребенок не желает учиться открыто скучать на уроках всеми силами стремиться избежать трудности связанных с учебой такое поведение является возможным следствием низкой самооценки и неуверенности в себе а во-вторых недостаток концентрации внимания также запускает механизм школьной неуспешности известно что многие дети психологически не готовы к посещению школы ребенку с низким адаптивным ресурсом трудно сконцентрироваться на содержание учебного материала что в свою очередь приводит к плохой подготовке устойчивой неуспеваемости и к низким отметкам в третьих атмосфера в стенах общеобразовательного учреждения является еще одной причиной школьной неуспешности ребенок может развивать свои способности и продуктивно учиться только при наличии благоприятной обстановки ссоры с одноклассниками конфликты с педагогами приводят к затяжным стрессам депрессиям четвертых психологическая обстановка в семье также важна не секрет что дети часто становятся свидетелями и даже активными участниками скандалов между родителями чувство тревоги и страха панические атаки вызванные нездоровой атмосферой в семье мешают ребенку сосредоточиться на учебно-воспитательном процессе что негативно влияет на успеваемость и следующая распространенная причина возникновения школьных трудностей это высокая нагрузка неграмотное распределение нагрузки отсутствие свободного времени завышенные ожидания родителей приводят к тому что ребенок просто не способен справиться не только с дополнительными но и своими основными занятиями и если посмотреть на блоки с причинами неуспешности можно легко представить фигуру в которую они складываются конечно же это пирамида пирамида причин неуспешности таким образом проанализировав все вышеперечисленные причины можно сделать вывод что школьная неуспешность это следствие нарушений или психофизиологического развития или социальной адаптации для решения данной проблемы необходим регулярный мониторинг всех возможных факторов сотрудничества родителей психологов педагогов только при таком варианте развития событий можно заметить едва уловимые сигналы неуспешности и преодолеть их потому что для своевременной диагностики понадобится гораздо меньше усилий чем для корректировки уже сформировавшегося негативного сценария обучения ребенка сейчас я предлагаю провести тест все ли благополучно у вашего ребенка в школе тест состоит из 10 утверждений и если вы согласны с утверждением то необходимо поставить плюс если же вы не согласны и данное утверждение к вам не относится то нужно поставить минус и так приступаем первое первое утверждение моему ребенку нравится учиться в школе второе я думаю что мой ребенок охотно перешел бы в другую школу следующие если бы был выбор он не хотел бы учиться дома четвертое к сожалению мой ребенок никогда не рассказывает мне и родным о школе и учебе с радостью пятое в классе у него много друзей шестое ему мало нравится учителя в школе седьмое он активно участвует во внеклассных мероприятиях и вечерах похода в театру в музей и так далее восьмое мой ребенок не расстраивается когда отменяют уроки девятое мой ребенок редко делает уроки без напоминания и последнее десятое утверждение звучит следующим образом другие интересы и хобби не мешают его учебе в школе а сейчас вам необходимо подсчитать количество совпадений и познакомимся с анализом результатов тестирования если у вас 8 10 совпадений то есть вы набрали 8 10 баллов то у вашего ребенка хорошее отношение к учебе и школе скорее всего у него в ближайшее время не возникнет проблем учиться ему интересно все ладится вам пока опасаться неожиданности и школы не приходится если у вас 6 7 совпадений то есть 6 7 баллов то следует знать что с учебой дела обстоят неплохо чтобы закрепить это положение почаще давайте понять ребенку что вы внимательно к его успехам и радуетесь вместе с ним если вы набрали 4 5 баллов следует быть внимательным в школьной жизни что-то неблагополучно постарайтесь выяснить сейчас пока ситуация не ухудшилась в чем или в ком источник переживаний вашего ребенка если у вас от 1 до 3 баллов важно знать что вашему ребенку необходима помощь у него негативное отношение к учебе и к школе и это отношение связано с конфликтами со снижением успеваемости нужно срочно выяснить причины зайти в школу поговорить с учителями с другими специалистами и совместно наметить конкретные шаги к исправлению ситуации специалисты дает следующие рекомендации для преодоления хронической неуспешности у ребенка и так практические советы главное что необходимо сделать родителям это показать оптимизм и уверенность в успешной учебе очень важно пересмотреть нагрузку распорядок дня учитывая особенности желания самого ребенка но не забывая про возможности всей семьи далее следует набраться терпения потому что ждать появления положительной динамики в учебе придется не одну неделю и даже не один месяц не стоит нивелировать значение непосредственного эмоционального общения благожелательной атмосферы любви и поддержки в семье взаимопонимания и помощи в школе и следует помнить о формировании у ребенка ответственного отношения к своей самой главной обязанности конечно же к учебе итак в конце нашего родительского собрания предлагаю вам провести рефлексию под названием выбери смайлик вы прослушали лекцию провели тестирование познакомились с анализом тестирования познакомились с рекомендациями специалистов и сделали какой-то определенный вывод по теме собрания для себя если вы хорошо разобрались в теме собрания выберите улыбающийся смайлик если у вас остались вопросы неясности есть спорные моменты вы не совсем согласны вы выберите нейтральный смайлик если нужна помощь дополнительная информация по данной теме консультация с педагогами со специалистами вы выберите брюсный смайлик и самое главное уважаемые родители помните что для своих детей вы самые любимые самые лучшие берегите их заботьтесь о них показывайте свою любовь и конечно же уважение учите их жить в этом сложном но таком прекрасном мире станьте для них не только примером образцом но и другом и помощником спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание